Большинство твердых тел при нагревании расширяется, а при охлаждении уменьшается в размерах. Этот стальной шар свободно проходит через металлическое кольцо. А теперь мы нагреем его газовой горелкой. Попробуем провести раскаленный шар через кольцо. Он увеличился в размерах, и теперь кольцо стало для него слишком узким. Хотя твердые тела при нагревании и увеличиваются в размерах, на глаз это увеличение не слишком заметно. При нагревании от 0 до 100 градусов Цельсия железный пруд длиной 1 метр удлиняется всего на 1,1 миллиметра. Медный на 1,7 миллиметра, свинцовый на 3 миллиметра. Если пруд будет в 10 раз короче, удлинение будет в 10 раз меньше. А если нагревать его не на 100, а на 10 градусов, удлинение станет меньше еще в 10 раз. Чтобы вы могли увидеть тепловое расширение своими глазами, мы натянули здесь кусок нехромовой проволоки. Если пропустить по этой проволоке электрический ток, она порядочно разогреется. За провисанием проволоки мы будем следить с помощью вот этой стрелки. Поднимем напряжение до 30 вольт. Смотрите, как заметно провисает проволока и опускается стрелка. Проволока сейчас весьма горячая, об нее можно спички зажигать. Выключим напряжение. Проволока остывает и быстро возвращается на свое место. В обычной жизни мы редко учитываем тепловое расширение твердых тел. Но бывают ситуации, когда это приходится делать. Железнодорожный рельс длиной 25 метров в интервале температур от минус 30 до плюс 30 градусов Цельсия меняет свою длину на 15 миллиметров. Поэтому между рельсами при обычной укладке предусмотрены стыки. Стальная 100-метровая труба, по которой течет кипяток, удлиняется на 10 сантиметров. Чтобы такие трубы не выгибались в сторону, на них делают специальные P-образные компенсационные колена. Основным рабочим элементом в этом старинном термоэлектрическом реле служит биметаллическая пластина, собранная из двух слоев металла, из меди и железа. Медь расширяется при нагревании сильнее, чем железо. Поэтому пластина при нагревании изгибается медной стороной наружу и размыкает контакты. В точности также работает и этот оконный термометр, рабочим элементом которого служит биметаллическая пластинка, свернутая в спиральную пружину. При нагреве спираль разворачивается, при охлаждении сворачивается обратно. А стрелка на шкале показывает температуру спирали. И под конец мы хотим задать вам вопрос для размышления. Если в опыте с шаром нагреть не шар, а кольцо, что произойдет с его внутренним отверстием? Увеличится оно или уменьшится? Свои ответы оставляйте в комментариях к этому ролику, ВКонтакте и на Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин